Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Здравия, друзья! Сил душевных и физических всем настоящим в это непростое предрассветное безвремение. Сегодня я решил немного ковырнуть навозную кучу под названием масонство. Но это скорее не навозная куча ангенгренов в последней стадии своего существования перед ее хирургическим удалением в момент перед окончательным наступлением равновесия. Саму равновесие не зависит от наших хотелок, жалоб, стонов, призывов к омланию или прочих глупостей, вроде рассказов о трубах, неместных знамениях, пороках, скрижалях и прочих мусорях, о глупых заявлениях, где же тот Господь, почему он все это допустил, где твой Творец, где твой Создатель. Создатель дал вам все, что вам необходимо было. Он вам отдал душу и право творить. А что вы творите, это уже только ваши личные проблемы. Мы сейчас говорим о том, что нечица творила за период с 1789 года, с момента, когда она начала массируемую атаку и захватила, в принципе, власть постепенно. Ну ладно, идем по порядку. Подписчик Дима Милова обратил внимание на то, что везде эти Штейны. Гольфштейн, Лихтенштейн. Штейн, друзья, это вы знаете камень на немецком. И много производных значений, например, кирпич, камешек, скала, камушек, утес, валун, галька, каменная порода, драгоценный камень. Теперь чистый перевод титула императора. Золотой камень Гольфштейн или золотой кирпич. Лихт – начало родовой фамилии великого князя из Батуса. В свою очередь, означает тоже свет, освещение, огонь, лампочка, фары, лампа, фонарь, электричество, свечение, маяк и так далее. Ихн, Вольт. Все очень просто. Они сами придумали себе дурацкие клички, потом назвали это родовыми именами. Хотя не могут иметь детей, ни семей. Какие дети могут быть у энергетических сущностей? Возможно, их носители, то есть то тело, в котором эта сущность существует, подселилась, оно и может размножаться. Но это никак не дети этих энергетических сущностей. То есть, мы имеем в данном случае, Гольфштейн – это золотой камень, Лихтенштейн – это светящийся камень. Вот сами посмотрите на картинку. Мощь Ордена Вольных Каменщиков. Геранков – львиную шкуру, слегка одетый. Ну, срамное место прикрыто лапой. Настоящий строитель вы не находите? На самом деле, как мы уже обсуждали во многих роликах, они никогда ничего великого не строили и построить по определению никак не могут. Что может построить тупая энергетическая сущность, которая имеет только одно желание – жрать и управлять. Управлять кем-стадом, который они выпасают, для того, чтобы жрать их эмоции, эмоции страха, эмоции смерти, эмоции ужаса. И ощущать они имеют возможность только через тела. То есть, поселившись тело, они начинают ощущать, видят цвет, вкус, запах и так далее. Но творить могут только дети творца, душой наделенные. Вернее, мы могли когда-то творить. Обмельчали мы. Никто сегодня Миланский собор за три дня не построит, ибо это не рукотворное строение. Твари могут ломать, взрывать, калечить, переделывать, но творить они не могут и никогда не смогут. Могут цацками обвешаться, могут позировать художникам и операторам ТВ, заняв чужое тело. И читать по бумажкам не именно описанные речи. Я просто вот, откуда эта картинка Геракла, я взял из шкафа у себя книгу масонства, ее прошлом и настоящим. Вот, смотрите, титульный лист. Это книга 1914 года. Открою вам маленький секрет. Вот на базе этой книжки и делали все свои великие открытия, правда, людцы и независимые эксперты, изучающие масонство на территории Советского Союза и позднее во время Перестройки и до настоящего времени. Еще более сильные эксперты, еще более великие, делали уже свои великие открытия на базе их вторичных интерпретаций этой же самой книжки. Это нормальный путь всей современной науки. Зачем что-то искать или открывать? Науки-то нет на самом деле. Когда можно украсть или писать? Редакция господина Некрасова тогда сделала внимание. Вот такое я зачитываю вам предисловие из этой книжки. Кусочек предисловия. Предисловие большое. Сами смотрите на фотографии. Русскому читателю негде найти ответа на поставленный вопрос. Что представляет из себя, наконец, современное масонство? Несмотря на весь интерес, который способен возбудить явление, подобное масонству, пишут в издании, еще раз повторяю, 1914 года, читая дословно. Что же нам сообщают о происхождении масонства? В начале стоит копия масонского кодекса. Вы видите сами, да? Он написан на французском языке. Но все работы, так сказать, на которые делаются ссылки, они все начинаются в XVIII веке, как нас уверяют. Но все работы той эпохи недоступны, как и кости динозавров в палеонтологических музеях. То есть там стоят скелеты динозавров, но кости недоступны, потому что это все фальшивка, которая степла стопроцентной фальшивкой. Я рассказал четыре года назад, что вся древняя история нашего мира стопроцентная ложь. Все раз рассказал и про пещерного человека, и про первобытно-общинный строй, которого никогда не было. Там все только стопроцентная глупая ложь. Там нет смысла прибавлять и убавлять. Тысячу лет, например, прибавлять или убавлять. Читать династии фараонов, сравнивать их. Или смотреть на те же самые распилы. Смысла никакого нет. А уже сказки о вымерших рептилиях, и подробно описывать их быт, и их сексуальные привычки, и их образ питания, и их квалификации, виды и подвиды. Могут только помешанные, которые не знают собственного происхождения на 150 лет назад. Он не знает свое происхождение, если 150 лет назад уйдет. Но он точно знает, что было происходило 80 миллионов лет назад. И верит в неубиваемые временем косточки. Полный бред. 80 миллионов лет назад косточки сохранились. Мой снос исторических глупостей привел к рождению потом, 4 года назад появились сотни блогеров и первооткрывателей на все эти темы. На самом деле первые издания на тему масонства появились немного ранее первых изданий о динозаврах и великих открытиях палеонтологии. То есть сначала открыли динозавров по имени масоны, а потом уже открыли так называемых динозавров-палеонтологи. Причем быть палеонтологом, это тоже своего рода было, так сказать, ну, специальный допуск надо было иметь. Конечно, некоторые из них, как, например, Ефремова, они высмеивали тихо все это, но право сказать настоящую истину, а им все равно никто бы не дал. Так что истории о первых масонах можно смело назвать историями о первых динозаврах. Конечно, если вы начнете верить в все эти глупые гербы и то, что Атланта в Питер вырубали зубилами и молотками, ежаясь от холода в дырявых лаптях крепостные рабы, то вам тут делать совершенно нечего на этом блоге. Читайте исторические романтики и смотрите «Соловьев сладкоголосых». Мы не будем в этой книжке изучать доисторический период из жизни динозавров с мастерками и надеяться найти их в кладбище костей под фундаментами зданий и сооружений, которые они никогда не строили. Вот они то, что здесь пишут. Орден франкомасона в наши дни, известный во всех странах европейской культуры, ведет родословную от очень скромного происхождения лондонского клуба начала XVIII века. История ордена с самого момента возникновения его была покрыта, однако таким густым слоем легенды и документальной сведения о нем были так скудные, внимание, так скудные, что даже этот первоначальный факт его истории был установлен научной критикой не без огромного труда. Естественно, ведь ничего не было, надо было что-то сочинить. Вот и сочинили. Логейн фантастических гипотез, сами признаются, в котором долго терялись историки масонства, не вполне разрушены ими сущности и до сих пор. Правда, в наше время никому не придет в голову рассказывать о масонских ложах эпохи Ноева-Ковчега, еще бы, или искать зародыши масонства в мистериях древних греков. Но не менее произвольные в сущности, хотя и менее фантастические с виду догадки, вроде гипотезы от тождествия франкомасонов с братьями Розового Креста, ну и так далее. И начинается чарамуте, полная муть, в общем-то полный бред. Вот, например, картинка того мы видим, да? Открываем картинку и видим. На этой картинке герцог, значит, некий там, Монте Гю передает, что он передает, ну вы сами понимаете, да? Он передает герцогу Ортуму свиток масонских, внимание, конституции, знак гроссмейстерского достоинства, циркуль. По бокам стоит пять колонн различных степеней масонства. Это гравюра или картина из книги конституции, изданной, как нас уверяют в Лондоне, издательством Джеймса Андерсона в 1738 году. Нам еще в конце 19-го, а в основном в начале 20-го века, стали впихивать истории преобразования языческого и еврейского масонства в современное христианство. Но они никогда особо не скрывали того, что современное христианство, оно произошло целиком, сначала тогда они не скрывали, это было открыто видно, произошло от тех первых работ, которые вылились в виде пятикнижья Моисея. Масонами, как нас уверяют, тайна, опять-таки. Документов никаких нет, естественно, у них вообще ничего нет. Тайна были матийские рыцари и рыцари Иоанна и Иерусалимского. Все шатландские короли, начиная с мифического Фергуса из 7-го века. Самое смешное, так это упоминание о Иоанне Иерусалимском. Кто же это такой Иоанн Иерусалимский? Как этот динозавр жил и по каким лесам ловил свою добычу, спрошу я вас. Откроем и прочитаем, что Иоганн де Везле, Йоханн де Везелей, также известный как Иоанн Иерусалимский, заметим, как они ловко именами манипулируют. И нам известно, тут же сообщает дата его жизни, 1042 год, 1119 год. Был одним из рыцарей около 20 лет своей жизни, посвятивший крестовым походам и войнам с арабами. Не арабов, конечно, никаких войн крестовых походов тогда и запаха даже не было. По мнению историков, точно установлено его участие в освобождении Иерусалима в 1999 году. Я вам рассказывал, показывал по учебнику географии Франции, что вся эта территория была густо населена и совсем никакими не арабами. Остатки белых рас, которые проживали на этой территории, сохранились, например, в виде туарегов. Вся эта Северная Африка и Аравийский полуостров были в свое время превращены в полную пустыню применением оружия массового поражения. И там еще кое-где торчат зубья колонн храмов наших далеких предков. Но все это происходило не так давно, это происходило все в конце 18 и начале 19 века. А сам Иерусалим начали создавать, как вы понимаете, в этот же период. Об этом и у Агане говорят, как об одном из основателей Ордена Тамплиеров и весьма успешном прорицателе своего времени. Внимание! Вот как только начинают говорить про прорицателей, тут уж, как говорится, тушите свет, идите в дурку. Сумевшим предвидеть события вплоть до начала 21 века. Как вы понимаете, все это стопроцентная и глупая ложь, как все, что тут они впихивают в головы, обезумевшего от их экспериментов над собой человечество. Тут даже и опровергать нечего, потому что там ничего за этим нет, кроме вот этих самых фантастических картинок и историй. На ролике, то здесь мы у меня давно разобавились, что сам Иерусалим начали рисовать и строить только после 1837 года. До этого там была турецкая крепость, остатки стены которой сегодня прибегают фанатики. Иудеи и плачут горько, и искренне плачут. Фанатики всегда, заметим, это такая аксюма, фанатики всегда все делают крайне искренне, твердым убеждению своей абсолютной правоте, делать именно так, а не как иначе. Они молятся искренне, режут неверных очень искренне, бьются лбами о плиты очень искренне, занимаются ритуальным каннибализмом в храмах во время святого причастия, плачут очень искренне, держат пост еще более искренне, носят вериги тоже вполне себе искренне. Выпозрите на толпы идущих, самобичующих себя верующих в Индии, попробуйте им сказать, что они занимаются в этот момент глупостью полной, когда они сами себя хлещут и идут, истекая кровью. Они ведь абсолютно убеждены, что они абсолютно правы, что именно так себя должен вести настоящий верующий. И совершают вот прочие очень полезные и необходимые действия с целью удовлетворить строгие требования своего бога или своих богов, какая разница, которые очень строго следят за каждым своим поклонником. День и ночь следят, день и ночь контролируют, день и ночь стоит стопроцентный контроль этих богов над их своими адептами. Как эти адепты спят, на какой стороне, на правом боку или на левом, как голодают, что пьют или едят, как совокупляются и с кем молятся, и в какой позе они все это делают. А как же иначе, без этого всем гарантированы невероятные муки посмертные у тюремщиков и садистов, возлеенные этим богом в аду. Как же оскорбить бога и не соблюдать, например, великий пост? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какое тяжкое, страшное преступление против бога. Если бы этот бог на самом деле их существовал, то ему абсолютно без разницы. Вот представьте себе такой большой сад. В нем стоит муравейник. В саду работает некий садовник. Вот это более реальная картина. Вот для этих муравьев этот садовник, он бог. Он может этот муравейник снести, может его убрать, может опрыскать какую-нибудь дрянь, чтобы они все пересохли, передохли и перестали на кухню в доме залазить. Потому что иначе придет хозяин и его строго накажет. За то, что он запустил сад. Так вот, эти муравьи там у себя построили храмов и у них появились проповедники, которых уверяют, что они должны делать, чтобы этому садовнику стало хорошо. Чтобы исполнить все его требования. Естественно, никакого общения, коммуникации между муравьем и садовником быть не может. Понимаете? Творец. Отрицать существование Творца – это совершеннейший маразм. Творец, Создатель, существовал. Но он единственное, что он для вас сделал, для нас всех сделал, для детей своих, это он нам дал душу, дал нам все, что положено. Дал нам даже животных наших, дал нам пищу нашу. И дальше самоустранился он, потому что каждый душой нанеленный является частицей Творца. Над ним нет никого, никаких садовников, никаких хозяев этих садовников. И Творец не устанавливал правила таких поведений. Душа вольна, у нее есть полное право самовыражаться, право творить. Душа повелевает разум, разум повелевает телом. В этом случае это все работает. Все остальное – это полный и дикий бред. Вот картинки некоторых масонских гербов. Обратите внимание на нижний в левом углу. То герб – великое ложе, как нас уверяют все Англии. Интересно, а как он стал гербом Великой Швеции? Так они и развлекались, создавая себе историю, не менее глупую, чем история тех же самых динозавров. А вот масонская грамота или диплом масона, как сказано, опять-таки, диплом масона на французском языке. Собралась такая выпускная комиссия и выдала, значит, диплом масона. И, естественно, все это создавалось во второй половине XIX века. Для того, чтобы заморочить голову. Рисовалось, подделывалось, фальсифицировалось, рисовались картины. Издавались издания, создавалась история Китая, Египта, Майя, тех же инков и так далее. Все это, мы это все уже на канале подробно разобрали, каждый из этих тем. Вы легко найдете там у меня. Идите на 3-4 года назад и смотрите потихоньку. Вплоть до монголов, каннибалов и католиков. Все разобрано полностью. Маленькое отступление. Внизу под роликом я, друзья, сегодня не стал писать имена помощников, которые поддержали мое творчество финансово. Их было много меньше, чем обычно напишу в четверг. И по поводу рассылки книги, теперь сообщу вам следующее. Что я из Швеции рассылал почти всем, кто заказал в Европе. И за пределами Европы в других странах. Например, в Новой Зеландии, или в США, или в Канаде. Нет необходимой информации о заказах от многих. Написали, потом исчезли. Фамилии именно написать, плюс адрес, плюс номер телефона. В мотиве письма обязательно писать, заказ книги. Указывайте обязательно, под каким ником вы оказали помощь. Я все время говорю про этот номер телефона, и опять приходят заказы без номера телефона. Адрес люди пишут, номер телефона не пишут. Я не могу отправить из шведской почты заказ без номера телефона. Иначе это будет посылка на деревню дедушки. Потому что, когда я отправлю ее, посылка уйдет отсюда, коробочка с книгой уйдет. Вы получите извещение на ваш телефон. Смотрите внимательно, ослежьте. Придет извещение о том, что вам отправлено. И указывайте обязательно, под каким ником, если вы оказывали помощь. По каким ником вы оказывали помощь в моем творчестве. И когда. И не забывайте оплатить рассылку. Как я говорил, для тех, кто оказывал помощь постоянно, на постоянной основе, для тех все это не надо ничего оплачивать. Просто пришлите ваш адрес, номер телефона и ваше имя и фамилия. Если это на Украине, то Александр отправит вам. Если в Россию, то Василия отправит. Потому что я не могу отправить в Белоруссию или в Россию отсюда. Ничего. Но оплатите им там те небольшие деньги, которые стоят почтовые расходы. Оказание помощи, я еще раз говорю, по возможности и желанию. Цену я никакую на книгу не устанавливал. Есть желание, есть возможность, окажите помощь. Если не можете, ничего страшного, но доставку оплатить Василию или Александру необходимо. Точно так же, как оплатить доставку, если вы живете в Европе, но у вас там все равно необходимо оплатить доставку. Теперь я зачитаю еще короткое письмо от Кирилла. Доброго здоровья. Писал через сайт около месяца назад информацию о времени. Прикладывал фото. Возможно, не пришло, напишу тут. Суть в том, что время постепенно переводится вперед. Заметил, как на электронных часах, в машине, в духовом шкафу и в ванной примерно с осени 22-го года начало разниться на 2 минуты с айфоном. Я подвел время снова через месяц, 2 минуты и так далее. Сейчас, например, заметил разницу уже на 3 минуты. Видимо, давно не подводил. Примерно так служило опоздание окончания речи гарантов в новогоднюю ночь. То есть бой курантов на 2 минуты позже, чем 0-0-0-0 на айфоне. Видимо, записывали еще по старому времени. При этом эту неувязку заметили довольно много людей. А вот поседневные нестыковки, видимо, списывают на севшую батарейку. Ага. В общем, факт постепенно подкручивают, так сказать, и без того давно ускоренное время в батареале. Друзья, я тоже это заметил по часам в своей машине, уже, если не ошибаюсь, говорил об этом явлении. Именно вот эти 2 минуты разницы выскакивают все время. Когда я там говорил, это шла речь от давно, я не помню даже на каком канале, или на канале Незнакомая Франция, или тут я об этом говорил. Важно, что механика тут часов не воспринимает реальное время с окружающей среды. А это время, как пишут подписчики, убежало вперед. Это, конечно, все очень относительно, так как это мы убежали, а не время убежало. Время, оно вечно постоянное, оно не имеет ни конца, ни начала. Это мы, находясь в данном отражении, преодолеваем какие-то, в каком-то направлении движемся в нем. И, естественно, скорость наша может меняться, от этого меняется и восприятие времени. А механика от часов на это плохо реагирует. Теперь еще одно важное замечание. Реально надоели умалишенные, которые спрашивают, с какой целью я собираю номера телефонов и адреса? Интересно, как я могу без номера телефона и адреса отправить посылку? То есть, они, наверное, думают, что я книги не отправляю, а адреса, так сказать, собираю. Я уже много раз всем этим идиотам во многих роликах отвечал, что если у вас есть персональный компьютер и смартфон, то они знают о вас все. Даже то, сколько раз и с какими звуками вы в туалет ходите. Только искусственному интеллекту совершенно плевать на ваши данные. Если вы лично не входите в когорту слух важных, имеющих значение, за которыми нужен присмотр хозяйский глаз да глаз. В этом мире ваша личная информация и ваша личная жизнь давно уже секрет поли-шинели. Если вы боитесь одеть, так сильно боитесь давать информацию, то оденьте на голову алюминиевую кастрюлю, выбросите все электроны устройства и уйдите в тайгу безвозвратно. А если вы сидите здесь и пишите комментарии, и боитесь назвать свое имя, боитесь назвать свою фамилию, боитесь назвать свой номер телефона, то, извините, это, так сказать, уже ваши большие-большие проблемы. Да, я понимаю, что в России сейчас будут привлекать, в Украине будут привлекать к ответственности. Поэтому, если вы пишете под никами, то и пишите, потому что выискивать таких, так сказать, несогласных будут такие же живые люди, которым делать нечего, которые преследуют, которые имитируют из себя полицию, суд, прокуратуру и так далее. Ну, они на самом деле никаких полномочий не имеют, но они имитируют свое присутствие таким образом. Тюрьму отправляют, там уже говорят, что даже за сбор грибов кому-то 9 лет дали тюрьмы. Когда я говорил о том, что запретили собирать грибы, то тут многие смеялись. Вроде как где-то какой-то суд кому-то дал 9 лет за сбор грибов. Ну, это, как говорится, все, 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 все эти события обоснуются только на одной причине, на покорности и терпении. Пока люди покорные и терпеливые, с ними будут делать все, что хотят. Еще зачитаю один комментарий от подписчицы под ником Миледи. Есть такой сайт, пишет она, Данс. На нем зарегистрированы все коммерческие фирмы, корпорации всех стран мира под номерами и адресами регистрации. Это можно считать доказателем того, что любая государственная служба, или орган, или правительство, на самом деле обычные торговые фирмы. Ну, не только торговые фирмы, есть даже индивидуальные предприятия. Мне нужно было отыскать определенный суд одного города, но не получилось. Вводила в поиск и так и это. И каково было мое удивление, когда мне в поиске выплыл, внимание, китайский суд, находящийся в Тель-Айвиве. Об открытии китайских полицейских участков на территории Израиля где-то полгода назад писали в газеты. Так что Марат все верно говорит, подтверждая его слова. Ну, я давно говорил, что уже есть правозащитные организации, которые насчитали там в Европе, почти 200 уже сейчас, они насчитали официально. Они информацию эту берут прямо из Китая, с сайта Министерства внутренних дел Китая. Об открытии полицейских участков по всему миру китайских. И правительство, например, той же Италии не отвергает. Они говорят, что они разрешили им открывать эти полицейские участки за контролем за китайскими гражданами, которых проживают на территории Италии. То есть бред. Это же ведь просто полное отрицание вообще того, что Италия есть государство как таковое. Понимаете, что ни одно государство не позволит другому государству создавать свои полицейские участки на своей территории. Точно так же, как вот наличие суда и полицейских участков в Израиле, пока что израильского государства никогда там не было и быть не может. Еще одна любопытная информация, очень любопытная информация, пришла из Республики Белоруссии. Прислал Алексей Куканов, который постоянно присылает очень интересную информацию. В Белорусском государственном университете состоялась церемония вручения дипломов выпускникам двухгодичных курсов по китайскому языку. Это второй выпуск единственной в Белоруссии образовательной программой в области подготовки педагогов китайского языка для школ и гимназий Белоруссии. Первый выпуск. Сергей Выпускникова 24 практикующих учителя английского, французского, немецкого языка, школы, гимназии Минска, Бреста, Витебска, Гомена, Гродно, Могилева, Барановичей, Волковска, Волковыска, Лиды, Марьиной Горьки, Мазыря, Орши, Островца, Полоцка, Светогорска, Чербеня, Заславля. В торжественной церемонии приняли участие ректор БГУ Андрей Король и директор РИКК Анатолий Тузик и председатель Государственной экзаменационной комиссии, начальник управления обеспечением и сопровождением переводов компании по развитию индустриального парка Ло Ливей. Председатель Государственной комиссии экзаменационной в Беларуси Ло Ливей. В поздравительном слове Андрей Король подчеркнул значимое событие получения диплома БГУ для каждого выпускника программы. Эти новые возможности дали личностного и профессионального развития нового этапа. Главным результатом слушателей курсов со словом ректора является вклад в укрепление стратегического партнерства Беларуси и Китая, так как сегодня в этом направлении очень важен образовательный компонент. Андрей Король пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом профессиональных успехов и новых целей. Директор РИКК Анатолий Тузик тоже почему важность курсов для развития белорусско-китайских отношений. Он отметил успешность программы, о чем свидетельствует ежегодный рост числа слушателей, первый выпуск оставлял 13 человек, а в этом году почти вдвое больше. Анатолий Тузик поблагодарил руководство Министерства образования, а также БГУ и преподавателей программы за эффективную реализацию проекта по подготовке учителей китайского языка. Я специально вам это читаю, вы вдумайтесь. И пожелал всем своим выпускникам не терять связи с институтом и дальнейшего совершенствия языковых науков. Высокий уровень подготовки по китайскому языку у белорусских учителей отметил Лу Ли Вэй. В своем напутствии он назвал выпускников стратегическим ресурсом Беларуси по популяризации китайского языка и культуры. И пожелал им достижения намеченных планов. От имени второго выпуска выступила Татьяна Запеку. Она рассказала о своем решении переквалифицироваться в учителя китайского языка и поблагодарил руководство БГУ и преподавательский состав за возможность изучить на первый взгляд непростой восточный язык. Завершилась церемония музыкальным подарком от выпускников. В их исполнении прозвучала песня на китайском языке «Дзэйн». До свидания. Эти выпускники прощались с чем? Они прощались, друзья, вам скажу, с родной культурой и родными традициями. Как и во всем мире. Если в Израиле открыли полицейские участки под контролем ВД Китая, то скандал пока замяли. А в Иране, я вам скажу, тоже идет формирование трех ударных армий КНР. В Турции происходит то же самое. Унижется много клонов, и если с 1917 по 1928 год они резали только жители империи, вырезав до 80% взрослого населения Российской империи, то сейчас они будут действовать по всей Европе. А в Швеции, например, правительство в очередной раз прошлось китайским сапогом по конституции Швеции, дав право полиции на контроль корреспонденции и телефонных разговоров всех гражданам. Стремительно идет создание мирового полицейского государства. По прекрасной белой Эммануэль Макроновне тоже жестко прошел со своими сапогами дядюшка Ци. Так что даже в журналах Франции дружного завопили о национальном позоре. Самое смешное в этом, что давно уже стоявшие пустыми казарами армии Франции стали заполняться теми же клонами из Китая. В Италии открыли еще три китайских полицейских участка. Было 11, стало 14. Замечу, что вся информация идет только из официальных вопли разных организаций правозащитных, демократических, в которых все их руководства верят, свято, что в СССР в ЕС есть демократия. На телеграм-канале я поместил небольшой ролик, как снимают войну на Украине. Ролик я прислал бывший офицер ВСУ, который бросил свою службу, осознав, что происходит. Но не он его и, конечно, снимал. Таких роликов в мире уже гуляет очень и очень много. Удивляет другое, удивляют комментаторы, которые почему-то тупо меня слушают и тупо не понимают. Когда я... Они начинают говорить, ну вот, но есть же реальные смерти, есть реально разорванные тела, есть реальные взрывы и так далее. Я в каждом ролике говорю, что есть участки специально, куда собрали и убивают которых гладиаторов. Гладиаторы убивают друг друга, а специальная служба убивает всех гладиаторов подряд. Естественно, страдают какие-то жители, так сказать, мирные. Там некоторые пишут, я живу прямо на границе, у нас тут стреляют. Если человек живет на границе, там и пишут такие упости, это невозможно, потому что на границе, жить на границе сегодня, где идут боевые действия и что-либо писать, человек лишен полной возможности. Целые регионы полностью отключены от любых форм связи. Я об этом много раз говорил, и у меня есть люди, которые писали на канал, которые друзья на канал, которые там... И сегодня проживают, как Ольга, например, и они пишут, чтобы отправить маленькое сообщение СМС, им надо отъехать 100 километров оттуда, чтобы отправить. То есть, находясь в 20 километрах от границы, вы никакого сообщения никуда не отправите. Эти идиоты, наглые, которых наняли, они приходят и пишут это все. Надо понимать прямо, что там, где реально идут какие-то гладиаторские бои, там никаких съемок никто не делает, никакие... СМС не отправляет, никаких фотографий сделать не может. Потому что его просто убьют там на месте. И все, весь этот спектакль организован очень хорошо. Но спектакль реальный, кровавый, театр военных действий, где реальные гладиаторы реально умирают. И никому из условно мыслящих это никак не помогает. Совершенно. Еще в 2008 году было много роликов о комедийности, наигранности, хорошей организации событий в Грузии. Масолка работала и стоя с другой стороны. Грек, гибли, реально отправлены на убой солдат и попавшие под раздачу мирные жители. А весь мир дружно подвергал санкциям Россию. Правда, потом грянул финансовый, хорошо организованный беспредел и все об этом забыли до 2014 года. И все опять пошло по кругам своим, как и положено в то время, когда нечисть открыто правит бал. Возле 2014 года, сегодня у нас 2023, уже 9 лет все санкции и санкции. Мы каждый день читаем о санкциях, которые то Евросоюз принимает, то Конгресс, ШАА, то президент, ШАА, то, не знаю, какой-нибудь этот самый, захудалый политик с какого-нибудь тьму-тараками. Все санкции. Мы уже дошли до того, что Армения, в которой стоит российская военная база, вводит санкции против России, которая единственное ее спасение была, как они уверяли, от полного уничтожения руководством Азербайджана. Как только они это начали делать, Азербайджан уже может спокойно всех армян там в Армении вырезать, как только армянское правительство начало санкции вводить против России. Кто же их тогда защищать будет, как они считают. То есть все организовано. Ведь армянское правительство и азербайджанское правительство они действуют все вместе, ведь турецкое правительство это вся одна шариколейка. Все правительства руководятся, руководство всеми правительствами осуществляется только с одного единого центра. Вот помните был такой вернемся к нашим масонам попробуем, да? Был такой персонаж по имени Левушка Бронштейн в кавычках Троцкий помните? Брон по-немецки источник ладис то есть каменный источник Так вот как я уже говорил эти динозавры ничего на самом деле не скрывают все лежит на поверхности то есть мы знаем что некий Левушка Бронштейн я ролик у меня тоже есть о Троцком Троцке любимая дубинка Ленина я показываю что никакого уровня Троцкого на самом деле на территории Российской империи никогда не существовало это пришлый казачок который приехал из Нью-Йорка но он это один из низших демонов который выполнял положенные поставленные перед ними задачи по уничтожению казачества и российского населения с чем он исправился до 28 года после чего его заменили на князя Юсупа Феликса старшего который стал исполнять ролик Иосифа Виссарионович спектакль спектакль идет постоянно каждый день и в этом спектакле так или иначе вольно массовкой участвуют те кого положено убивать грабить насиловать совершать над ними любые законные и незаконные действия и это идет по всему миру например нам тупо сообщают верневшись к этим масонам что якобы в 1761 году гантропский герцог Карл Петр Ульрехт стал императором всероссийским под именем Петра Третьего и так сказать после этого возглавил династию всероссийских императоров начиная с Петра Первого возглавили те самые Гольштейн Гольштейн Готторопы которых стали еще называть и Романовы и так их называют в генеалогии во всех имперских гербовиках и именуют везде прямо Гольштейн Готторп Романовы поэтому соединенный герб Гольштейн Готторп Романовы уходил в большой герб Российской империи у меня есть отдельный ролик не помню по-моему на втором канале на Незнакомая Франция там или здесь нет скорее всего на этом канале про гербы Австрии Российской империи и так далее там все подробно разобрано на самом же деле друзья все это придумали только в последней четверти 19 века и первый император Всероссийских как я уже четко доказал в других роликах это на самом деле Александр Трой никакого немецкого языка в 18 веке на территории Нижней Германии и близко тогда не было ее только начали формировать 1871 году есть ролик о том что такое была пражская весна 1871 года и как придумали сотворение Германии Версали а также есть ролик который прямо называется картина реального мира например и Парижа и история третьего рейха вы можете посмотреть эти два ролика и вам все станет ясно причем информация которую я выдаю здесь она совершенно неопровержима ее никто никогда нигде не придет никаких этих самых инстанциях опровергать потому что они не могут если они начнут опровергать у них все это полезет наружу то есть они делают что никакой такой информации нигде нет есть также подробная информация например о решении посадить трусов этой территории на немецкий язык у меня тоже здесь о первой берлинской конференции по формированию немецкого литературного языка на территории германской империи обязательно обучению которое состоялось в Берлине внимание в 1901 году то есть до 1901 года в Германии никого немецкого языка еще практически не было все что там написано на немецком языке это все создано фальширки после этого периода конференция приняла решение только в 1902 году закончилась она и тогда немецкий литературный язык который существовал до этого только в Российской империи стал насаждаться по всей территории Германии половина деревень Германии сегодня имеет название на базовом языке русов немецкий же язык был языком административного империи а французский язык был языком правящего сословия но основной язык при этом был русский базы просто русам тюркам народам кавказа в то время внушали всякую дичь для того чтобы объяснить то почему ими управляют конкретно иудеи а само масонство придумали для формирования касты идиотов облаченных некоторыми привилегиями властью идиоту же надо внушить не то что он получая отказавшись от своей души он получит великую власть великие блага великие права и будет так сказать и не подсуден и велик в своем могуществе он только не понимает что отдавая свою душу бессмертную в обмен на эти самые блага он совершает самую глупую сделку в своей жизни потому что временные блага этого физического тела лишают его вечности и бессмертия лишают его собственной души то есть внутри него возникает огромная пустота которую заполнить нечего он становится смертным причем совсем смертным то есть когда он исчезнет он исчезнет совсем он не попадет ни в какой ад никаких мук у него адских не будет потому что его не будет совсем вот именно я сейчас подчеркиваю масонство придумали для формирования каста идиотов облаченных некоторыми привилегиями и некоторой властью сами подумайте что это за такое тайное и супермогучее движение управительным миром о котором все рассуждают все обсуждают которые все осуждают на тему о котором сочиняют всякие небылицы обряды которого показывать в фильмах любой не очень ленивый блогер обязательно откусил от этого сладкого пирога свой кусок я встречался в своей жизни с масонами франции масонами англии и совсем тупыми масонами сша все эти мягко говоря не очень умные иудеи верят в свои капитулы вроде системы императоры востока и запада члены которые именуют себя верховными князьями масонами великими наблюдателями офицерами великой верховной ложе с того самого святого Иоанна Иерусалимского все кому не лень занимаются этой чепухой знают их системы и классы по степеням посвящения и прочую прочую муть начиная там с первого ученика до верховного князя ученика послушайте только титул псевдовлада великий командор черного орла верховный князь королевского умолчания это вообще о чем я уже обращал ваше ненависть то что все маринетки в мантиях нарисованы всегда в пышных но совершенно нелепых павлиниях нарядах с тонкими длинными шейками и с обязательным орденом этого самого черного орла который как нас уверяет прусский орден что такое вообще это великая Пруссия в их учебниках с дурацким карликом фририхом вторым великим и еще более дурацким Вильгельмом первым если плюнуть с одной стороны этой Пруссии то обязательно попадете или в Балтику или в Польшу пусть территория слишком маленькая вообще они особо никогда не заморачивались глупостями рисуя своих карликов начиная с этого самого Фридриха второго великого который торговал немцами чтобы содержать свою армию отдавая гренадеров в другие страны да и кончая генералиссимусом Суворовым который утром выскакивал из своей палатки если верить и будил своих солдат громким петушиным криком у него тоже кстати был орден это сами черного орла невольно задумаешься о гендерном о гендерных пристрастиях этого мифического персонажа сзади себе генерала фельмаршала генералиссимуса который выскакивает из палатки хлопая ладонями себя поляшком изображает петушиный крик на самом деле если вы посмотрите на историю фотографии вот возьмете я уже об этом говорил возьмете историю фотографии и увидите что в середине 19 века она бурно развивалась и невольно спешивый вопрос который сразу возникает себе вот фотографии есть например руин Парижа фотографии бурятских бурятских женщин даже есть фотографии вождение индийских племен там каких-то в Соединенных Штатах на территории вернее Северной Америки есть и в Канаде и в США есть множество фотографий второй половины 19 века по всему миру их тьмать а фотографии а вот фотографии например коронации Великельма первого в Версале в 1871 году нет никаких нет фотографии просто коронации ведь это великое событие общеевропейского значения в создании Германские империи причем в Версале во Франции нет фотографии отцов основателей Америки нет фотографии этого Конгресса Соединенных Штатов который был создан на базе 13 штатов ничего нет документы они как-то очень тайно это все делали боялись сильно а вот фотографии превращенного в пустыне имя Крыма в 1855 году вполне себе много полно письма Наполеона к Жозефине есть а документов архивных нет ни одного совсем такое выборочное сохранение информации такое очень интересное а все очень просто историю придумать можно кое-какие книжонки древние придумать тоже можно монетки начеканить и разбросать по всему миру можно но от архивы армии или фотокоронации или даже газетки с фото этой коронации никак не получится как они просто сейчас поступили взяли убрали все газеты в которых рассказывалось о создании ООН и концов нет и придумали что Китай стал основателем ООН и все изощряются как могут сами себя при этом опровергая разоблачая то есть в 45-м году он ООН сам встает а в 49-м только сам появляется на белый свет а потом говорят да это там был этот самый режим Чань Канши этот самый Тайвань но Тайвань не по сей день никто не признавал я уже об этом говорил там 18 Карликов Болгостарство признавало кто бы какие бы страны мира согласились бы что основателем он стал какой-то там Тайвань колония английская а теперь они пришли к созданию еще одной новой реальности все их достижения человечества которые так мнимые так они никогда ничего не изобретали начиная с той же таблицы Менделеева и все что могли украсть они украли просто у наших предков теперь же все достижения отдали все достижения там давно уже отдали Китаю изобретение пороха и первые эти ракетки все бумагу отдали туда изобретение все теперь у нас это Китай уже стал и космическая держава номер один а вот когда у вас по улице пойдут китайские полицейские патрули а гарнизоны армейские будут создавать из этих клонов а дети начнут в обязательном порядке учить китайский язык то все станет просто очень хорошо и кто же тогда посмеет сопротивляться и доказывать что все это неправда попробуйте тогда когда пойдет китайский патруль а он пойдет потому что все терпят и только хорошо что они никак не могут осознать того что наступает равновесие все их планы этим так сказать которые они и говорят сами наполеоновские планы когда хотят высмеять какие-нибудь глупые прожекты так вот выражение наполеоновские планы очень хорошо подходит к их планам сегодняшним по мироустройству потому что у них ничего не получается но они очень сильно стараются времени у них осталось много вернее мало очень их самих тоже очень немного ну терпеливые покорные очень сильно им помогают поэтому они все исчезнут вместе с ними благодарю вас всех за внимание сейчас как всегда немного поэзии а друзья сейчас я прочитаю небольшое стихотворение которое написано достаточно давно но оно актуально достаточно потому что это стихотворение это посвящается нашим предкам которые ушли сказали называется волшебники ушли волшебники ушли в их кельях лишь пыль и плесень свой приют нашли фонарщик спит на крюк фонарь повесив снежинкой тает магия зимы барометр погоду не творит он только изменения отмечает фонарщик спит фонарь едва горит и жалкий свет настылый мир роняет волшебника дай им до фонаря что в келях все лампады погасили они иную вражбу творят а может ремесло свое забыли маленькое стихотворение написано достаточно давно опубликовано в 2013 году было но тем не менее друзья тогда я немножко по другому воспринимал этот мир сейчас и я тогда не осознавал всех масштабов тех событий которые прошли в 19 и 20 веке благодарю вас всех за внимание до следующей встречи которая у нас состоится как всегда в четверг